Шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем наш марафон сеть ступенек радости, и сегодня у нас еще одна ступень. Давайте я только быстренько напомню, что мы уже с вами прошли ту ступень, которая называется Симха и Сасон. Мы говорили о радости в моменте и о радости в процессе. Мы говорили также о Гила, Гила как радость от благодарности, от понимания того, насколько мы счастливы, что какая-то вещь есть в нашей жизни. И сегодня мне бы хотелось подобрать ступень к радости, которая называется Шалом. Шалом это совершенно другая радость. Это радость от того, что мы находимся в моменте. Например, каждый из нас знает, что когда мы делаем что-то с очень большой степенью концентрации, когда мы делаем полностью, мы включены в это дело, то внутри есть очень большая радость, счастье, наслаждение процессом, потому что нам не хочется выйти в другом месте. Более того, наши мысли, они тоже не бегают, они не волнуются ни за что, мы полностью увлечены в процесс. Если мы представим себе ребенка, который собирает домик из Лего, то это вот этот Шалом. Он полностью в мире. Почему он в мире? Потому что его мысли не питают нигде. Он полностью сосредоточен на своем домике и не существует сейчас больше никого в этом мире, кроме его и его домика. К сожалению, мы не такие. Мы очень часто занимаемся одним, думаем про другое, переживаем за третье, говорим про четвертое. И вот это делает так, что наша душа находится в состоянии пизуль хнефиш. Пизуль хнефиш – это разорванность души. То есть мы иногда ходим по дому, делаем какие-то вещи, а потом останавливаемся, думаем, что вообще мы делаем, зачем мы это делаем. Садимся, пытаемся сосредоточиться, тут же нас это отвлекает. И вообще сегодня в мире с количеством сообщений, гудков, сигналов, вибраций, очень много пизуль хнефиш. Мы очень часто не можем сконцентрироваться ни на чем, и поэтому сегодня любая концентрация дается нам очень-очень тяжело. Сегодня мы попытаемся вернуться к этому состоянию Шалом, когда нам очень хорошо, спокойно и классно, потому что мы делаем одну вещь, и вы полностью концентрируетесь в ней. Например, тот человек, который понимал очень, как это работает, это был сам фараон. Фараон в Египте, он сказал, если, евреи, вы думаете про какой-то выход из Египта, вы думаете про какого-то Всевышнего, вы просто мало заняты. Я вас займу еще больше, я вас заставлю делать не просто кирпичи, я вас заставлю делать еще и смесь для кирпичей, я вас заставлю работать очень тяжело, бессмысленно, для того, чтобы вас не было просто даже минуточки остановиться, и подумать, что вы делаете. То, что мы попробуем с вами сделать сейчас, это медитация, как мы уже привыкли делать медитации, и это будет медитация мантра, да, то есть мы будем говорить одно и то же слово много-много-много раз, и мы попытаемся максимально сосредоточиться на этом слове. Если вы будете чувствовать, что ваше сознание уходит, убегает, вы начинаете о чем-то думать, фантазировать, забывать за то, что вы делаете и так далее, пожалуйста, просто спокойно взгляните себя к нашей мантры, да, просто спокойно взгляните себя к этому слову, о котором мы будем вместе думать, окей? Кроме того, по окончанию медитации мы с вами, я дам задание, которое мы должны будем сделать уже в течение сегодняшнего дня. Договорить? Если да, тогда вам лучше сесть. Я сегодня встаю на вам лучше сесть, или на кресло, или на дефан, или на стул, максимально расслабиться, расслабить свое тело, сделать глубокий вдох, и сегодня мы будем расслабляться, и с данным способом релаксации сегодня будем расслабляться через аспект принятия, да, сейчас мы подумаем с вами о том, насколько мы принимаем нашу жизнь, то, как она есть сейчас, себя, такая, какая я есть сейчас, вещи вокруг меня, люди вокруг меня, ситуации, которые мне даны, они абсолютно такие, какие они должны быть, я не должна бунтовать против чего-то, я не должна менять что-то радикально, все есть, потому что так и что Всевышний, и так должно быть сейчас в моей жизни. Сделаем еще один глубокий вдох, и, наверное, то, что больше всего нам нужно всем, если задуматься, это слово мир, слово шалом. Нам так сильно нужно видеть внутри себя, как часто мы внутри себя, недостаточно находимся в мире, нас кидает из одного состояния в другое, мы не можем принять нужное решение, мы ругаем себя за что-то, мы виним себя за что-то, это все отсутствие мины вокруг нас. Представьте себе, что внутри вас сейчас полностью мир. Вы в мире с собой, есть еще аспект мира с близкими людьми, мира с окружающими, как часто в каких-то наших отношениях начинается дисбаланс, и из-за этого нам очень тяжело, нам очень грустно, нам очень боево, мы не можем найти себе места, потому что в каких-то наших отношениях есть дисбаланс. Попробуйте ощутить, как это, когда есть шалом, есть мир со всеми, кто нам дорог. И также, мир с Творецом, понимание того, что Он любит нас, понимание того, что мы стараемся служить Ему, как мы можем, и между нами есть очень глубокие, теплые, близкие отношения. Как мы говорим в одной известной молитве, в одной известной песне, И то, что мы сейчас с вами сделаем, это будет медленная такая медитация, мы возьмем слово «шалом», я попрошу его представить вас слово «шалом». Можете представить его на песке, можете представить просто огненные буквы «шалом», можете представить слово «шалом», написанное на небе, можете представить себе красиво написанное каллиграфическим почерком «шалом» на листочке бумаги. Как вам удобно. Представьте любое красивое изображение слова «шалом». И сейчас то, что мы будем делать, мы будем говорить шепотом себе само слово «шалом», и мы будем просто представлять себе слово «шалом» и только фокусироваться на этом слове. Как я уже сказала, если немножко мы начинаем, наш разум начинает уходить, наше сознание начинает представлять себя, как иначе черные картинки или ассоциации, просто спокойно верните себя на слово «шалом». Итак, начнем. Шалом. 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 Полная концентрация, старайтесь не куда ни уходить этого слова, только шалом. 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 Если вы чувствуете, что у вас более-менее получается и полностью концентрироваться на нем, давайте возьмем буквально минуту, чтобы поговорить со Всевышним, рассоединивая что-то, что связано с шалом. Это может быть абсолютно любая ваша просьба, которая как-то связана с этим словом, с этой мантой. А теперь наша задача – это ощущение внутреннего мира, внутренней гармонии, наполненности, принести с собой обратно из этой медитации. Пять. Снова представьте себе ярко написанное слово «Шалом». Четыре. Почувствуйте, как вы внутри себя приносите это ощущение в материальный мир. Три. Почувствуйте, как ваши ноги сдают на столе. Два. Делайте глубокий «дох». И когда будете готовы, откройте глаза. Наше задание на сегодня – это сделать какое-то одно действие с полной концентрацией. Помочь кому-то, почитать что-то кому-то, сделать что-то для кого-то, но с полной концентрацией. Не думая ни о чем в этот момент, молиться с концентрацией, сказать благословение с концентрацией, вообще любое абсолютное дело, но так, чтобы в этот момент всей душой и всем телом был только в этом действии, только в этом состоянии. Мне будет очень интересно почитать или услышать про то, насколько вы почувствовали, что вот эта концентрация и фокус дает ощущение внутреннего покоя. Хорошего, удачного, подотворенного дня. Продолжение следует...